90% донецких школьников предпочитают жить виртуальной жизнью. Специалисты приравнивают интернет, зависимость подростков к алкоголизму. На презентации программы «Родительский контроль» компьютерщики рассказали, как вернуть ребенка к реальности. Подробности у Ольги Соломяной. Сижу за компьютером где-то приблизительно от 5 до 7 часов в день. Андрею Бородай 13 лет. Школьник сражается в онлайн-играх со своими одноклассниками столько, сколько себя помнит. Говорит, для него интернет – вся жизнь. Скорее всего, остановится моя жизнь. Компьютер – это сейчас все. Интернет, виртуальная сеть – это половина моей жизни. Вторая половина – это учеба и родители. Десятиклассник Костя Васильев в игры не играет, а их создает. Школьник признается, он засегдат из соцсетей, но все же предпочитает реальное общение с друзьями. У человека нет никакого страха. И все-таки говорить вживую, когда видишь перед собой человека, это намного сложнее, чем когда ты просто сидишь перед компьютером. Теракты, насилие, порнография или руководство по изготовлению оружия – все это в открытом доступе и угрожает психике детей, уверяют социологи. По их данным, 6% украинских пользователей интернет-зависимы. Наши исследования по городу Донецку среди старшеклассников показали, что в целом 60% вопрошенных школьников проводят в сети вдвое больше времени, нежели это предписано медицинскими стандартами. То есть это 4 и более часов. А еще 30% указывало, что можем провести в интернете целый день, сколько угодно времени. Психологи приравнивают компьютерную зависимость детей к алкоголизму. Когда у ребенка с зависимостью забирают компьютер, то у него, как правило, поднимаются те чувства, которые он пытается подавлять компьютером. У него поднимается страх сильный, злость, боль. Ребенок начинает ненавидеть всех окружающих. Подростки незаметно вредят и своему здоровью. Развивается так называемый компьютерный зрительный синдром. Пересыхает слизистая глаза, и глаз начинает краснеть. Могут появляться боли, утомляемость, двоение. Бьют тревогу и сами родители. Если мы раньше выходили во двор, играли с теми детьми, о которых наши родители знали, по крайней мере, то сейчас очень сложно проконтролировать, с какими детьми и людьми взрослыми общаются наши дети. Рекомендации, как бороться с новозависимостью, дают сами компьютерщики. Сегодня они презентовали программу «Родительский контроль». Она установлена в операционной системе каждой машины. Мы можем контролировать не только, куда ребенок ходил, но даже куда он хотел пойти. Мы можем получать отчет даже по электронной почте в любом формате и можем получать отчет за неделю. Психологи же уверены, причины компьютерной зависимости искать нужно в самой семье, в отношениях между родителями и детьми. Специалисты рекомендуют чаще разговаривать и интересоваться жизнью своих чат, чтобы те не прятались за виртуальной жизнью.